Тайный силовой промысел. Тайный силовой промысел. Почему трудно поймать за руку тех, кто подбрасывает наркотики? 2. Журнал «Огонек» номер 23 от 17 июня 2019 года. Строение 12. Скандал с явно постановочным задержанием в Москве с наркотиками журналиста-расследователя, срочно реабилитированного после массовых протестов, как, впрочем, и недавняя схожая история с приговором и последующим условно-досрочным освобождением от наказания известного правозащитника на Северном Кавказе, дают основания задуматься, а не возрождаются ли у нас лихие 90-е, когда подбрасывание наркотиков, патронов и даже оружия было делом вполне обыденным. Сергей Замошкин. Адвокат. Тому, кто позабыл или не застал эти времена в силу молодого возраста, напоминаю, в спецслужбах тогда считалось хорошим тоном задержать реального или мнимого преступника не за действительно совершенное злодеяние, а именно за якобы хранение наркотиков либо оружия, которые беззастенчиво подбрасывали в карманы, автомашины, жилища. Как цинично говорилось, делается это просто и быстро, да и доказывать особо ничего не надо. Сообщения в СМИ о пойманных с поличным были чуть ли не ежедневными, причем в нише сразу и без стеснений указывалось кто, собственно, и по какой причине заказал задержанного. Часть пострадавших от беззакония откупалась, что было одной из главных целей провокаций, а часть оказывалась на долгие годы в местах лишения свободы. Конечно, в советское время, когда и наркотики, и оружие находились хоть под каким-то, но контролем, подобных случаев было не особенно много. Да и по цензурной СМИ данную тему не поднимали. Но после развала СССР и всех его составляющих, эти запрещенные к обороту вещества и предметы в силу множества причин, это отдельная тема, появились внезапно и повсеместно в таком объеме, что нередко часть из них оседала в кабинетах силовых ведомств и использовалась потом не совсем в законных целях. В 2000-х годах проблема провокаций с подбрасыванием наркотиков и оружия вроде как-то поутихла. Наверное, немало было сделано не только в борьбе собственно с незаконным оборотом наркотиков и оружия, но и, в частности, с надлежащим учетом и контролем за ними в самих спецслужбах. А это осложнило противоправные манипуляции с ними. Однако в СМИ и тогда иногда мелькали публикации о ночной охоте за молодыми людьми, выходящими из увеселительных заведений, когда под угрозой мнимого обнаружения наркотиков они вынуждены были откупаться от сотрудников полиции и их коллег, издействовавшим многие годы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Но это все же были не скандальные провокации в отношении лиц вполне социально ответственных, бизнесменов, журналистов, правозащитников. А что же и сейчас? Ответ будет ясен сразу, как только вы наберете слова «Полицейские подбросили наркотики в популярном поисковике в интернете». Результат – 4 миллиона ссылок. В этих публикациях в интернете утверждается, что подбрасывают наркотики прежде всего именно из корыстных пробуждений, чтобы жертва раскошелилась. Второй причиной называется ведомственная отчетность, которая вынуждает фальсифицировать выявление и пресечение преступлений для улучшения показателей работы. Интересно, что весьма существенная часть ссылок по теме – это подсказки, как вести себя, чтобы наркотики не подбросили, и что делать, если их уже подбросили. Советы, кстати, в целом вполне разумные, кому интересно, обязательно посмотрите. Но вот о поимке провокаторов, о наказании полицейских, виновных в подбрасывании наркотиков, сведений почти никаких. Случай действительно редчайшая и широкая глазки не получившая. Очевидно, что доказать провокацию со стороны спецслужб по любому делу сложно, тем более по этой категории преступлений. Свидетелей, как правило, нет, как нет и видеозаписи задержания, а если последнее имеется, то она скорее подтверждает срежиссированность ситуации, а не виновность задержанного, которому противостоит сплоченная команда из проводивших мероприятия сотрудников полиции и приглашенных ими же понятых. Все они являются свидетелями обвинения в суде, где, не секрет, подобные дела рассматриваются чуть ли не по шаблону. Надо признать, что сложностей при проверке заявления о фабрикации доказательств много. Это и ведомственная круговая порука, и коррумпированность, и обычная лень проверяющих, не желающих копать глубоко, и слабое использование современных экспертных возможностей, и многое другое. Не исключено, что одно из препятствий в процедуре проверки законности действий спецслужб заложено в самом федеральном законе об оперативно-розыскной деятельности. Ведь проведение операций по задержанию реального или мнимого наркодельца основано, как правило, на оперативно-розыскных мероприятиях, а в соответствии со статьей 12 названного закона сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Органы прокуратуры обязаны осуществлять надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, но допущены к таким проверкам далеко не все сотрудники. Однако и у этого весьма ограниченного круга лиц серьезные сложности. Невозможно проверить, к примеру, утверждение оперативника о том, что он действовал на основании информации о готовящемся преступлении от агента Клауса. Ведь в соответствии со статьей 21 закон о сведении о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурором только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. А Клаус и сам не хочет рассекречиваться, да и сдать его невозможно никому, даже проверяющему. Как бывший прокурор не могу не вспомнить шутки сотрудников уголовного розыска о том, что выпивку они всегда покупают на средства, полагавшиеся на выплату своим агентам, проверить, кто и сколько получал денег, действительно невозможно. Но неужели все так пессимистично? Не думаю. Было бы желание навести порядок в войсках. Наверное, руководству спецслужб можно и нужно поискать другие, альтернативные методы выявления нарушителей закона среди подчиненных. К примеру, проводить внезапные проверки служебных кабинетов, сейфов, столов и прочего, где могут находиться неучтенные наркотические средства, все это законом не возбраняется. Сотрудников, работающих по данной категории преступлений, можно без всякого нарушения закона попросить и вывернуть карманы. Может, и там лишний пакетик вещества белого цвета завалялся, хотя никакой спецоперации с ним не предполагалось. И уж точно можно посоветовать починенным сдать анализы на предмет наличия в организме борца с незаконным оборотом наркотиков следов тех самых запрещенных веществ. Последняя невыдумка. Семь лет назад в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было проведено некое тестирование сотрудников. Последним было предложено добровольно сдать биоматериалы для исследования в химико-токсикологической лаборатории. Отказавшимся, объяснить причины. Или подать в отставку. В результате, как сообщалось в СМИ, за употребление наркотиков из главка было уволено около ста сотрудников полиции. Может, пора вспомнить об этом. Найти и реализовать другие эффективные способы ведомственного контроля. Тогда и случаев провокации с наркотиками будет меньше. Ни массовых нарушений в целях улучшения статистики, ни в отношении отдельных неугодных кому-то лиц. Продолжение следует... Продолжение следует...